26 января 2011 года. Сунь Ши Ли, бывший служащий Министерства иностранных дел КНР, который работал лично с Мао Цзэдуном, сделал канадской газете шокирующее признание о том, что китайское правительство в курсе визитов пришельцев на Землю. 27 января 2011 года. А также добавил, что некоторые из них живут среди нас в человеческом облике. Обнародованное признание стало сенсацией, поскольку позволяет по-новому увидеть, как относились к этой теме в одном из самых закрытых обществ на нашей планете. Ши Ли заявил, что получил секретную информацию об осведомленности правительства о пришельцах, когда работал на председателя Мао. И у него самого был близкий контакт. В 1972 году я работал в госсовете в Министерстве иностранных дел. Однажды во время вечерней смены мы увидели в небе блестящее НЛО. Меньшее, чем луна, но очень яркое. Оно двигалось вверх и вниз, а через 10 минут или около того пропало. В начале Ши Ли посчитал увиденное каким-то разведывательным устройством эпохи Холодной войны. Но спустя годы после работы в высших эшелонах китайского правительства, он уверился в том, что это был инопланетный корабль. Я встретил доктора Суня Ши Ли в 2013-м в Вашингтоне, в столице США. Мы оба выступали на гражданском слушании о раскрытии информации, и нам выпал шанс вместе обсудить некоторые вопросы. На эту тему он говорит искренне, что если Суня Ши Ли, который близко работал с одним из самых могущественных лидеров в мировой истории, действительно знал и о визитах инопланетян на Землю. Сторонники теории палеоконтакта полагают, что традиционно изоляционистский Китай мог тайно контактировать с пришельцами десятилетия, а может и дольше. Китай всегда был закрытым. Там всегда полагали, что остальной мир не важен. Китай только для китайцев, и они очень оберегают свои секреты. Китайское общество, к сожалению, закрытое. Возможно, это из-за НЛО, о которых они что-то знают. Может, они что-то обнаружили. Китайское правительство не считает себя обязанным объяснять свое отношение к НЛО, рассказывать о своих исследованиях. Я убежден в обеспокоенности китайских властей тем, что уфологи иногда видят военные испытания в небе над Китаем. Эта замкнутая на себе цивилизация, возможно, не хочет делиться своими знаниями с другими. Китай – самая населенная страна в мире, в которой уникальным образом уживаются древние и современные цивилизации. На Западе давно очарованы этой землей. Отчасти из-за ее загадочности. От сооружения Великой Китайской Стены длиной в 21 километр, возведенной тысячелетия назад, до так называемого «Великого Китайского фаервола» для ограничения интернета сегодня, Китай принял чрезвычайные меры по ограничению перемещений людей и информации через свои границы. Но для чего? По мнению приверженцев теории полеоконтакта, ответ следует искать в прошлом этой страны, ее истоках. Заглянув на пять тысяч лет назад, в период правления ее самого первого правителя, Желтого Императора. Желтого Императора представляют человеком, но в более раннем своем воплощении он был божественным небесным существом, он был богом, в частности, богом грома и молнии, и считалось, что его обителью были небеса. Правление Желтого Императора, которое предположительно длилось сто лет, называли апогеем китайской культуры и цивилизации. Оно связывается со множеством технологических новшеств, начиная с календаря и заканчивая прогрессом в математике, астрономии, агротехнике, а также в письменности. Согласно древним записям, Желтый Император владел продвинутыми технологиями и изобрел много механических устройств, включая емкость, котел, направленный на звезду Сюань-Юань, с которой он якобы спустился. Было написано, что котел мог вызвать появление на небе дракона. В подходящее время он изготавливал котел и бросал в него некие ингредиенты алхимического эликсира. Мгновенно небеса разверзались, и возникал дракон. В некоторых описаниях говорится, что у летучего дракона металлическая кожа. Не напоминает ли это некую машину? Могли ли это быть описания какой-то непонятной технологии? Мы пришли к выводу, что Желтый Император прибыл на прекрасную китайскую землю в летательном аппарате. Мы, китайцы, считаем себя потомками дракона. Для уфологов дракон — это символ летательного аппарата, то есть символ НЛО. Что, если Желтый Император был внеземным существом? Основавшим китайскую цивилизацию более пяти тысяч лет назад. Если так, может, последующие императоры, каждый из которых утверждал, что происходит от него, тоже были отчасти пришельцами? В древнем Китае не разрешали смотреть на императора. А с 1420-го по 1912-й их вообще полностью огораживали от общества на территории огромной цитадели в Пекине, известной как Запретный город. Цитадель была построена так, чтобы оградить императора, бывшего символом китайской философии и религии, от внешнего мира. Запретный город считали земным аналогом внеземного. Один монах получил его план введения. А для строительства использовали камни, некоторые из которых весили больше трехсот тонн. Полное его наименование — Пурпурный запретный город. Оно восходит к созвездию под названием Пурпурная запретная ограда. На нем якобы обитают небесный император и его ближайшее окружение. Так что запретный город в Пекине считался земным аналогом того храма, высоко на небесах. Задумайтесь, могли ли китайские императоры быть пришельцами, которые обитали и среди жителей Земли, и на небе? Что, если китайских императоров прятали, потому что у них были инопланетные черты? И если так, могут ли пришельцы до сих пор жить среди китайцев или даже руководить ими, как заявляет бывший госслужащий КНР Сунь Ши Ли? Адепты теории палеоконтакта полагают, что еще одно доказательство погребено в изолитетном. Показированные пустыни в виде загадочных мумий. Провинция Хэйлунцзян. Июнь 1994 года. Работник лесозаготовительного предприятия «Красный флаг Мэн Джао Го» стал свидетелем, как ему показалось, аварии вертолета в близлежащих драконовых горах. Он пошел смотреть. Но когда достиг края долины, его ударили по голове, и он потерял сознание. Он просыпается несколько дней спустя в своей спальне, не зная, как туда попал. В тот же день его посещает, по его описанию, трехметровая инопланетянка с шестью пальцами. Они парят вместе в воздухе над кроватью. Внезапно она исчезает, пройдя сквозь стену, а он приплывает обратно в постель. Хотя рассказ кажется фантастическим, психологи и криминалисты в столице КНР подвергли Джао Го строгому допросу, который включал гипноз и проверку на детекторе лжи. История была признана правдивой. Джао Го – один из тысяч жителей Китая, которые за последние годы признались в контактах с инопланетянами. Но его похищение внеземным великаном особенно значимо из-за необычной археологической находки, которой около четырех тысяч лет. Пустыня Такла Макан, прозванная Морем Смерти, это обширная суровая земля, покрытая мифами и затерянная во времени. Пустыня Такла Макан расположена на северо-западе Китая и занимает 338 тысяч квадратных километров. То есть по размеру она чуть больше, чем штат Нью-Мексико. Это вторая крупнейшая пустыня из чистого песка в мире, и ее чрезвычайно трудно пересечь. Климатические условия в ней крайне жесткие. Там нет жизни, нет пищи, нет воды, нет ничего. Хотя пустыня Такла Макан является одним из самых малонаселенных мест на Земле, за последние три десятилетия китайские археологи, работающие в Таримской впадине, раскопали сотни могил. И самое древнее захоронение датировано 1800 годом до нашей эры. Воздух в пустыне Такла Макан слишком сухой, там крайне засушливо. Это резкоконтинентальный климат с огромными перепадами температуры днем и ночью. Кроме того, почва очень соленая. Совокупность этих двух факторов привела к отличной сохранности мумий. Хорошо сохранившийся состав мумифицированных тел позволил археологам провести современные анализы ДНК, которые показали, что древние путники были не китайцами. Результаты анализа ДНК, конечно, интригуют, и многое говорят об истории умерших людей, поскольку мужчины должны были прибыть из места, которые считают родиной индоевропейцев. В тех могилах были погребены в основном белокожие, не китайцы, не уйгуры, не тюрки. И у них много особенностей, которые больше ни у кого не встречаются. Эти мумии очень интересны тем, что содержат биологические черты европеоидов. То есть у них скуластые лица и утопленные глаза. Их кожа белая, тела удлиненные. По цвету курчавых волос различались рыжие, блондины и брюнеты. А при анализе митохондриальной ДНК мумий были обнаружены галла-группы М и К, которые вообще-то являются генетическими маркерами западной европейской генеалогии. Но есть одна проблема. В ДНК также были выявлены аномалии, которые не согласуются с генетической информацией остальных людей, что наводят на мысль о том, что на самом деле это могут быть пришельцы. Объясняется ли загадка мумии из старимской впадины их инопланетным происхождением? И что, если гигантское существо, которого Мэн Джао Го встретил у себя дома в 1994-м, принадлежало к той же расе пришельцев? Сторонники теории палеоконтакта полагают, что доказательства можно найти в одной из самых секретных пирамид Китая. Провинция Шэнси, 1947 год. Полковник Морис Шихан, директор дальневосточного направления американских авиалиний, летел над Центральным Китаем, когда заметил белое каменное сооружение, предположительно, пирамиду высотой 300 метров. Он смотрит вниз и видит гигантскую пирамиду, которая, по его словам, больше, чем пирамида Хеопса. После чего сообщает об этом в Нью-Йорк Таймс и производит сенсацию. 27 марта 1947 года его рассказ расходится по всему миру, а спустя два дня в той же американской газете печатают снимок таинственного сооружения. С тех пор еще 37 пирамид были замечены в том районе Китая, включая мавзолей первого императора династии Цинь, в котором нашли поразительную терракотовую армию. Это говорит о том, что в древнем Китае строительство пирамид было активным. О пирамидах Китая всегда было известно. Но только в последние десятилетия китайские археологи начали публиковать работы о них. все они относятся к временам первых правителей. Приверженцы теории палеоконтакта утверждают, что сооружения в Сиане являются пирамидами, а другое строение, обнаруженное в том же городе, указывает на связь с небесами. Летом 1999 года древнейший известный алтарь в китайском государстве был раскопан Академией общественных наук КНР. Предполагается, что 17 китайских императоров проводили религиозные обряды на так называемом алтаре неба еще в 581 году нашей эры. Все правители Китая общались с пришельцами, богами с небес, на так называемом алтаре неба. Однако такое же каменное сооружение только с другим кольцом примерно на главном алтаре находят и в Перу над Саксайоаманом. И правители инков, конечно же, тоже небесного происхождения, как и китайские. Примечательно, что моек Марка в Перу и алтарь неба в Китае существовали у разных культур в разное время, но у них так много уникальных сходных черт и общая цель – связь с богами. Говорит ли это о том, что в древних культурах почитали одних и тех же инопланетных богов, которые, возможно, посещали нашу планету с древности? Может, таинственные сооружения, найденные в районе Сиане, использовались древними правителями для связи с внеземными существами? Адепты теории палеоконтакта предполагают, что еще одна, даже более загадочная пирамида находится примерно в 800 километрах на запад от Сиане, в провинции Цинхай на вершине горы Байгуншань. В 2003-м группа китайских ученых отправилась в Тибет исследовать печально известную гору Байгуншань. Они обнаружили у ее вершины пирамиду высотой 60 метров. Внутри находилась система пещер с треугольными гранями в расщелинных в трех местах, а также множество каких-то ржавых обломков раскиданных повсюду. Гора Байгуншань оказывается искусственной пирамидой с тремя трехгранными входами, а внутри нее полно металлических труб. На полу пещер разбросаны разные металлические детали. Похоже, там располагалась какая-то база. Согласно теории палеоконтакта, пирамиды находят по всему миру. От Египта до Перу и Мексики. Поскольку наших предков научили их строить внеземные визитеры. Если таинственные трубообразные объекты, обнаруженные в горе Байгуншань, были изготовлены с применением передовых технологий, говорит ли это об инопланетном вмешательстве в отдаленном прошлом? В китайской мифологии центром Земли называли гору Кунь-Лунь. Она, предположительно, являлась огромной колонной из нефрита, яшмы и драгоценных камней, устремленных к небу. Гора Кунь-Лунь в мифологии это ось мира, то есть центральная колонна, вокруг которой крутится вся Вселенная. Она соединяет Землю с остальным миром. И именно там небесные существа могут общаться с земными. Стоит задуматься, может гора Байгуншань это мифологическая мировая гора, которая была какой-то инопланетной базой, крутившей Землю и звезды? Что если пришельцы посетили Китай тысячи лет назад и оставили обломки древней базы? Сторонники теории палеоконтакта считают, что самые большие секреты Китая стоит искать не на вершинах пиков. Озеро Фусянь, провинция Юньнань, 1992 год. Опытный водолаз Ген Вей погрузился в это отдаленное озеро и обнаружил необычный феномен. Внизу было полно высеченных плит и других каменных останков. Загадочные камни разбросаны по дну второго крупнейшего в Китае озера с пресной водой, которое покрывает 260 квадратных километров и достигает в глубину 155 метров. Его находка была поразительной. Изготовленные вручную плиты, дороги, здания. Словно он открыл подводный город. На дне озера явно есть следы жилищ. Они были построены, когда место еще не было затоплено, то есть до последнего ледникового периода. А это значит, что история озера Фусянь намного более древняя, чем мы полагали. Ген-Вэй погружался в озеро Фусянь более 35 раз. Даже подводную лодку пригнали, чтобы найти ступеньки, прочие плиты и стены. Стоит задуматься, существовала ли когда-то какая-то продвинутая цивилизация под озером Фусянь. В 2001 году археологи из музея провинции Юньнань с помощью передовых сонаров провели монументальные геодезические измерения озера Фусянь. Данные, полученные китайскими археологами, указали на сооружения продвинутой цивилизации, включая арены и пирамиды. Загадочный затонувший город занимает более двух с половиной квадратных километров. Но кто его построил? И зачем? Пирамида сама по себе очень необычная. Говорят, она такая же древняя, как египетские, и, может быть, даже выше некоторых из них. Это удивительное открытие. В древнекитайских записях упомянут город Июань в районе озера Фусянь. Однако изучение подводных сооружений показывает, что они намного старше. Может, это руины какого-то древнего продвинутого общества, которое погибло во всемирном потопе? Что если база инопланетян располагалась глубоко в воде? Приверженцы теории палеоконтакта указывают на то, что НПО, неопознанные плавающие объекты, часто описывали в древнекитайских текстах. Согласно Чэнь-Дзянь-Фуджи, книги, написанные во времена правления императора Даугана из династии Цин, в озере обитало конеподобное чудовище. По описанию животное было белого цвета, причем на спине в красную крапинку. Еще интереснее то, что существо могло взлетать в небо. Это говорит о том, что это могло быть от части НПО, от части НЛО. 24 октября 1991 года. Местный рыбак по имени Джан Июсянь во время промысла на озере Фусянь в ясный и спокойный день увидел, как густой туман внезапно поднялся над большой толщей воды. В 1991 рыбак Джан Юсянь встретил на озере Фусянь НЛО. Странный летательный аппарат появился из-под воды. Он описал его как блестящий диск, который был так близко и обладал такой силой, что подбросил лодку. А после стремительно исчез высоко в небе. Озеро Фусянь район, в котором явно происходило много странных событий на протяжении многих лет. Что если летучий дракон, который возил Желтого Императора, как написано в древнекитайских текстах, и НПО, которое увидел Джан Юсянь, это инопланетный корабль? Если так, может ли инопланетная база находиться на дне озера Фусянь? Адепты теории палеоконтакта считают, что заявлений о наблюдении странных объектов стало так много, что правительство не сможет долго отнекиваться. Фусянь, 7 октября 2015 года. Тысячи шокированных жителей растущего мегаполиса увидели впечатляющее зрелище. Город, парящий в облаках. Явление городского пейзажа было несомненным и оставалось на небе несколько минут. Этого хватило для того, чтобы его сняли на видео. Кадры показали по китайскому телевидению, а впоследствии распространили в соцсетях по всей планете. Множество людей сообщило о том, что видело похожие на небоскребы здания высоко в облаках. Это было поразительное зрелище, иначе не описать. Хотя китайские власти объявили феномен изысканной уткой, пока что никто не смог оспорить подлинность записи. События также подтверждают многочисленные свидетели, но некоторые спорят о том, что даже в таком случае все можно объяснить оптической иллюзией, известной как Фата-Моргана. По одной теории, это является обманом зрения. Представьте себе мираж, когда вы видите что-то близкое к горизонту. Вам кажется, что вы видите нечто, чего нет. Так влияет атмосфера. Но я не думаю, что это была Фата-Моргана, поскольку картинка слишком высоко. объяснение, что это некий инверсионный слой для показа или увеличения городского ландшафта на небе, ни на что не опирается. Так что это вполне мог быть огромный корабль-носитель или другой летательный аппарат. Это не единичный случай. Всего спустя несколько дней в 1300 километрах увидели точно такой же феномен. Это позволяет заключить, что в небе была некая физическая сущность. Если предположить, что наблюдение тысячами людей парящего города в небе над Фошанем было лишь обманом зрения, то мне кажется слишком странным его повторение через несколько дней за сотни километров в другом городе Дзянси, где тоже были тысячи свидетелей. Могли ли тысячи людей в разных местах Китая действительно видеть парящую в воздухе внеземную базу или корабль-носитель? Что если пришельцы пытались так сообщить о своем присутствии? Сторонники теории палеоконтакта утверждают, что случаев появления в небе над Китаем инопланетных сущностей намного больше, и правительство не могло их игнорировать. провинция стало стало то, что один экипаж перед посадкой увидел в ночном небе несущийся неопознанный летающий объект. Аэропорт Сяушань один из крупнейших в Китае. И это очень важно. Это очень оживленный аэропорт. Так вот, пилот пассажирского самолета во время подлета заметил приближение к нему чего-то необычного, о чем сообщил диспетчеру. Аэропорт закрыли, так как кометообразный объект по сути мчался к аэропорту, оставляя за собой след. Это был яркий овальный объект. Его также увидели и сфотографировали многочисленные жители Ханчжоу. Когда увидели НЛО, зазвучала музыка. Полеты перенаправили. У военных спросили, проводили ли те испытания в воздухе. Они не подтвердили испытания. Это третий такой случай за пять лет в Китае, когда НЛО привело к закрытию аэропорта или вызвало панику и шок у населения. Очевидно, что китайское правительство хочет все умолить. Возможно, там осознали, что не контролировали свое воздушное пространство. Происшествие в Сяошань лишь одно из подобных. То же самое произошло в провинции Гуйчжоу. Тогда пилотам дали инструкцию избегать НЛО, посадить воздушное судно и вернуться в воздух только позже. это доказывает существование феномена НЛО. В Соединенных Штатах многие полагают, что это исключительно американский феномен. Но последние опросы показали, что чуть ли не половина, а почти полутора миллиардного населения Китая верит в НЛО и инопланетную жизнь. Приверженцы теории палеоконтакта считают, что за отрицанием властями КНР недавних событий скрывается их интерес к внеземному феномену. В Китае стало популярно вступать в общества, которые пытаются связаться с инопланетянами. Китайское правительство внимательно следит за этим и даже финансирует некоторые исследовательские группы. Может китайские власти начинают понимать, что контакты с внеземными существами уже нельзя просто отрицать? Могли ли недавние события заставить китайское правительство проявить больше интерес к изучению возможных встреч с пришельцами, о которых уже давно втайне знали? Адепты теории палеоконтакта полагают, что попытка Китая создать крупнейший в мире радиотелескоп явно говорит о поисках инопланетной жизни. Провинция Гуйчжоу 2011 год. Начало строительства масштабного инженерного и научного сооружения. Возведение сферического радиотелескопа с 500-метровой апертурой Фаст. Найн Джиньдун, ведущий ученый проекта, сообщает, радиотелескоп словно чувствительное ухо, выделяющее радиограммы из белого шума Вселенной. Китайское правительство запланировало соорудить крупнейший в мире радиотелескоп. Диаметр зеркала составляет 500 метров. Любое другое подобное оборудование на его фоне покажется карликовым. Это будет без преувеличения лучший комплекс в радиоастрономии на 20-30 лет. Сторонники теории палеоконтакта усматривают в создании громадного телескопа глубокий интерес Китая к пришельцам. Знают ли власти о них? Они пытаются получить несомненные и проверенные доказательства и первыми показать их всему миру. Китайское правительство четко обозначило, что эту антенну построили специально для поиска внеземного разума. Однако возможно власти просто основываются на наследии. Ведь Китай, как и любую другую древнюю культуру посещали инопланетяне. Для чего китайцам изучать открытый космос? Телескоп сдали в эксплуатацию в июле 2016-го и считают огромным скачком вперед. Он позволит с беспрецедентной точностью искать радиосигналы и признаки жизни не только в Млечном Пути, но и в удаленных галактиках. Хотя во многих других странах сейчас тоже проектируют или конструируют передовые радиотелескопы, ни один не сравнится в размере и возможностях с ФАСТ. Уу Сянпин, глава китайского астрономического общества, отметил, это поможет нам искать разумную жизнь за пределами галактики и изучать происхождение Вселенной. Где-то там могут быть цивилизации, рассылающие информацию о своих научно-технических открытиях. У первой страны Земли, которая загрузит их, будет огромное преимущество. Она станет господствующей силой на планете в обозримом будущем. Китайцы хотят быть первыми? Они что-то знают, пытаются с помощью радиотелескопа получить эту информацию. Очень обнадеживает то, что наша страна сооружает такой большой телескоп. Он поможет найти инопланетян и их цивилизации. Тысячи лет китайцы собирали сообщения о встречах с НЛО и изучающие их поражены скрупулезностью и самим количеством записей об НЛО из Китая. Надеюсь, эта работа продолжится. Китай медленно открывает свои врата. Может, мы узнаем, что истории о Желтом императоре и впрямь правдивые? Посещали ли страну в отдаленном прошлом пришельцы? Только время покажет. Может, Китай строит крупнейший в мире радиотелескоп не в надежде найти доказательства иной жизни во Вселенной, а для получения новых сообщений от инопланетян, которые посещали Китай тысячи лет? Возможно, истории о летучих драконах, желтых императорах и существовании тайных пирамид поддерживают теорию палеоконтакта. Казалось бы, свидетельств о встречах с пришельцами много, однако настоящий близкий контакт может вскоре произойти на наших глазах. Продолжение следует...